Привет, давай познакомимся. Денис. Меня зовут Александр Викторович, или просто Викторович. Это я много раз слышал. В начале многих матчей. Вопрос такой, сразу же. Почему английский футбол? Почему не испанский, почему не итальянский? Это, как бы сказать, необходимость? Ты поставлен в эти условия, что появилась работа с английским футболом, или это действительно в тебя влечет? Во-первых, действительно так. Потому что чего отказываться? Ну, необходимость двигаться дальше, тем более Англию, комментировать, но для меня это далеко было. Двигаться дальше, это в каком смысле? Ну, новый проект. А раньше где работал? Раньше насилие с Васей Уткиным. А, там Испания? Там Испания и Италия, да. Кстати, пересидел Вася Уткина, дольше задержался насилие, чем Вася. Вот. Ну, Англия, ну, для меня даже странно. Вот я все детство как-то так вот стоял за английский чемпионат, воевал на форумах, воевал в чатах, в пабликах, что вот эти вот испанцы, их покатушки, вот это все, извините, можно вас процитирую, Александр Викторович? Ну, ну, ну. Тики-така, муда-така, вот она никому не нужна. Вот. Потом начал комментировать испанцев. Сейчас я, кстати, до сих пор убежден, может, я немного, так сказать, и не по-амбассадорски поступаю, что испанцы к качеству игры выше в среднем, испанцовый чемпионат. Ну, а так Англия. Ну, это же самая сочная картинка, это самый лучший сигнал. Это все-таки тщеславие, честолюбие. Все это можно задействовать на английском чемпионате. Куда идти тщеславным молодым людям? А что, сам ты знаешь про английский футбол, как готовишься к матчам? Вообще к матчам как готовлюсь? Ну, как готовишься к матчам, я представляю. А вот английский футбол, насколько я понимаю, для тебя это внове, правда ведь? Да, конечно. Потому что насилие, я говорю, либо Италия, либо Испания, здесь Англия. Значит, вопрос, как будешь готовиться? Да точно так же, наверное. Ну, а что ты знаешь по-английски футбол сейчас? Сейчас? Да. Вот конкретно, если я задам тебе вопрос, предположим, ну так скажем, из истории английской премьер-лиги. Что-то с Википедией у меня сидит. То есть, всех чемпионов я могу назвать. Может, даже по годам где-то ошибусь. Блэкберн, Роверс, вот это я все читал, я это, естественно, не застал. А Блэкберн сколько раз был чемпионом? Один. Далбишь, правильно? 95-96? Да, да, да. Да. 95-й. Фух, я себя, правда, как на экзамене чувствую. Нет, 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 это правильно. Потому что мне интересно, сейчас абсолютно новый человек. Например, я знаю Кирилла Дементьева, это мой коллега, с которым мы работали еще с семерки, сто лет назад. Поэтому здесь он и Англию комментировал, и сборные, то есть Испания, Италия. Поэтому для меня он не то чтобы как раскрытая книга, но во всем случае мы давние знакомые. Я как зритель существую с 2008 года. Поэтому ты-то лицо новое, и ты входишь в нашу команду комментаторов, и по тебе будут судить и нас. Конечно. Конечно, понимаешь, то есть каков уровень твой, таков и будут априори говорить и о нас. Ну вот, Александр Викторович, вам когда с нуля приходилось, какой чемпионат перекидывался? С нуля? Не, ну конечно, мы же всегда что-то знаем, да? Мы в этом поле живем. Потому что вот я родителям, помню, рассказывал. Они меня спрашивают, что на выходных делаешь? Я говорю, работаю. А что по будням делаешь? Я говорю, не работаю. То есть как у тебя? Ты два дня работаешь, пять не работаешь, и хорошие деньги получаешь. Говорю, ну вообще-то так-то оно так. Но мы же всегда работаем. Даже я вот помню, недавно я выпивал, и все равно вот тянулся к телефону, посмотреть, как сыграть. Саре ушел, не ушел, ушел, не ушел. Вот в таком уже пограничном состоянии. Мы же не можем без этого. Мы на этой игле сидим. Мы всегда нужно быть в курсе. Вот как раз хорошо, что ты итальянский футбол знаешь. Как раз вот эти все новости, которые для тебя не в нове. Какими источниками пользуешься в работе? Газеты в основном. И в Испании... Сайты, конечно же, да? Да, да, да. В Испании важно, чтобы они местные были, локальные газеты. Потому что есть такой человек, Сергей Клепалов, одержимый сельтой. И когда нас ставят на матч сельты, мы с парнями так говорим. Ну, парни, выкладывай все, что знаете по сельте. Потому что сегодня меня будет смотреть Сережа Клепалов. Вот тот человек, который живет в Виге, на два города Вига и Екатеринбург, он будет тебя смотреть. И вот у тебя в голове, что тебя будет смотреть человек, который знает об этой команде гораздо больше, чем ты. И ты, естественно, с ним... Мало ли, я уверен, что есть люди, которые гораздо больше тебя, меня знают любого комментатора. В тысячу раз больше. Но на это ориентироваться, по-моему, не стоит. Но ориентироваться... Нет. А по мне, на это нужно ориентироваться. Не ляпнуть ничего. Не ляпнуть только от тебя зависит. Да, да, да. Нужно подготовиться. Не приврать. А на таком уровне ты не подготовишься. Почему? На каком уровне? Потому что, ведь тоже не нужно перегружать зрителя какой-то суперинформацией. Я имею в виду информацией, которая... Ну, она излишней будет. Когда первый раз посмотрел английский футбол? Самый первый раз. В 2008 году в Лужниках. Каком? В 2008 году в Лужниках. В живую. Что там? Кто там играл в 2008? Manchester United и Chelsea. Это финал в Лужниках. Наш Лига Чемпионов. Прекрасно. Да, и после этого уже увлекся. Я, к сожалению, как раз был в Англии, потому что мы как раз транслировали в этот момент. И как раз есть повод сейчас сказать, как готовятся англичане. У меня была возможность. Я как раз комментировал финал Кубка Англии 2008 года и финал Кубка Шотландии. И практически две недели сидел в Лондоне и видел всю подноготную, как они снимали, англичане, как снимали павильоны, как они делали специальные вот эти вместе с Уэфа снимали фан-зоны. Они даже сделали, обыграли эту статую Ленина, которая стоит при входе в Лужниках. Они сделали ее двойной. С одной стороны лицо Гранта, он там кого-то возмутит, но я сразу говорю честно, это вообще матч, после которого футболом улегся на самом-то деле. Я помню свое ощущение. Сколько тебе тогда было? Мне 12 что ли? 12 лет. Ну то есть по общей мерке наверное поздновато. Почему? Нормально. Я помню, что у меня все в классе болели вот за какой-то Спартак. Я понял, что Спартак он красно-белый, а не мясо там вот этого все. У меня приводят на стадион, мне нужно определить за кого болеть. И я начал болеть за красно-белых Манчестер Юнайт. Ну у кого красный цвет был. Тем более они еще выигрывают. Папа мне еще объяснил, что вот это Гриштиан Роналду, он звезда, он обязательно сейчас куда-нибудь уйдет. Они выиграли в итоге. И после этого только Англия. Только Англию смотрел, пока собственно не привалило комментировать испанский футбол. А английскую культуру как ты к ней относишься? Именно английский футбол, я не говорю британская, потому что у меня валийская, шотландская, ирландская, она отличается. А вот именно английская. Про валийскую, если честно, мало что знаю. Но это английская. Мы сейчас говорим про английскую. Ты смотрел какие-то фильмы английские, читал книги? ну потом естественно я посмотрел «Хулиган. Зеленые улицы», потом с этим актера забыл, как зовут, который играл Сириуса Блэка, известнейший актер в Гарри Поттере. Книжки я читал с удовольствием еще вот несколько сезонов назад. «Мир английского футбола» Ваня Калашникова. Замечательная вещь. Планета футбола дяди Вовы. Владимир Сергеевич, стыгненк, начальник все-таки теперь. Не могу обращаться. А в каком фильме упоминается про то, что Тоттенхем? Ну, Александр Викторович, ну уже неприлично, я думаю, вообще вспоминать эту фразу. Ну это... Потрясающие фразы, кстати. Она как раз отражала абсолютно в тот момент как бы местоположение иерархии вот в этой... В тот момент, да, в прошлом десятилетии. Ну это уже outdated. Ну за лично одно в Брюге, конечно. Когда... Самое главное, что два ирландца это обсуждают. Собственно, два героя ирландца. Фаррел Лисон, да. Потрясающие актеры. Ты с ними каких фильмов ты смотрел? С Глиссоном Голгофу еще была замечательная. Да, замечательная. С Фарреллом Лобстер недавно вышел. С Фарреллом... А настоящий детектив тебе нравится? Да. Только вторая, естественно. Вторая часть, где Фаррелл. Вторая, мне после третьего просмотра понравился вот этот сезон, потому что я наконец-то разобрался в сюжетных перипетиях. Потому что это действительно детектив же получился, да? Не про взаимоотношения, не про характер, не психологическая драма, как первый сезон и отчасти третий. А вот второе, там правда разобраться нужно было. Нет, второй как раз он наиболее из всех этих вот трех фильмов, он самый, так скажем, пессимистический, самый безысходный. Да, мне не верилось иногда. Вот когда вы 10 сезон... Там и Вон совершенно, совершенно... Вон шикарный. Вон, когда я сказал своему коллеге Ромке Гутсайпу, я говорю, ты видел вторую часть настоящего детектива? Там Винс Вон сыграет, а он говорит, Вон, это же комедийный актер. Ну да, 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 вот эти все комедии. А там он потрясающе играет драму, там трагедию, это вообще фантастика. 10 серий подряд все ходят с грустными лицами под эту грустную музыку Леры Лин. Как-то это это чересчур, не то, что депрессивно, это статично как-то очень выглядело. Короче, первый сезон самый лучший, я думаю, вы себе тоже в этом отчет ответите. ну там как-то все было, ты понимаешь, там как-то все предсказуемо было, надо сказать. Так в этом и суть, разрушение жанра просто. А второй, он депрессивный, депрессивный, но зато он более жизненный. Это с моей точки зрения, любимая команда, которую ты обожаешь комментировать, смотреть. Это не только английская. но для меня Атлетико, вот я причем влюбился в них по ходу последнего сезона. Но она наиболее английская. Да, кстати, да, нет, итальянская, я бы сказал, самая итальянская команда из испанских. Вот как они кубок выиграли у Реала за сезон до финала Лиги Чемпионов, вот так они мне понравились, такие мавры здоровые. И тогда как раз миф во мне этот плотно очень сидел, отравляющий весь просмотр футбола, что они катаются, что они как бускец выглядывают вот так вот в какие-то моменты. Вот это правда такие вот мавры-завоеватели пришли и распинали всех. Не в футбол играли, а пинали просто. Допинали за то, что кубок взяли, а потом до финала Лиги Чемпионов дошли. Потом, кстати, я уже научился это ценить, как такой вот. Один мой коллега с силой сказал, он на сценариста учится, киношного, сказал, что Атлетик смотреть это как фильм Тарковского. Человек идет 7 минут со свечой. И все. То есть как бы это не спецэффекты. Идет 7 минут со свечой. Просто ощути красоту этого момента. Гораздо важнее то, что не происходит. То, что за рамками. То, что не включено. Ну, если уж говорить, мне больше нравится другая сцена Тарковского. Не со свечой, где идет Олег Иванович Янковский, а когда в «Сталкере», они там, по-моему, этот эпизод идет, если не изменять память, минут 7 или 8, когда они над резиной. И едут непосредственно в зону. И когда там все время меняются планы. То один план, крупный план лица, то другой, то третий. Конечно, вот это вот потрясающе. И все время стук этот. Потому что здесь некая нарочитость есть в этой свече. Ну, тем более, мы уже привыкли к таким приемам. А вот здесь, она вроде бы совершенно простая ситуация. И в то же время в ней чувствуется и напряжение, и драматизм каждого персонажа. Я не случайно спросил, потому что, например, в английском футболе ты постоянно сталкиваешься с такими драматическими ситуациями. Самая такая для тебя запоминающаяся, запомнившаяся, положившая, вошедшая в мажечок, как в английском футболе. Ты же смотрел английскую премьер-лигу? Да, но для меня самый, пожалуй, драматический момент. Я все-таки питаю симпатию, я думаю, не зазорно в этом признаться, питаю симпатию в матчах Синайта с тех самых времен. Я думаю, легко догадаться, да? Почему нет? Да. Конечно, это концовка сезона 11-12, когда в Сити, я вот так вот смотрю два матча, один уже заканчивается, и когда Агуэров вколачивает этот последний гол. Я тогда, я помню, я заходил сам на эти паблики, вот так вот, с красными глазами, так я там обвинял Дехе во всех бедах, что именно он нам напривозил вот эти вот голы, из-за которых так концовку мы и смазали. Вот для меня, для меня, пожалуй, и когда новый чемпион появляется, вот этот чемпион, которого очень удобно было макать головой в лужу, из-за того, что, ну, вы кто такие? Вы откуда взялись вообще? Хотя, человек, который три года смотрит Англию, говорит про шейхов. Вот для меня этот момент, конечно. Еще в сезоне про шейхов, про шейхов можно, там не только про шейхов, сейчас там много китайских команд. Сейчас уже не важно, сейчас космополитизм, глобализация, мне вообще уже не важно, если честно. Жалко того, когда проводишь параллели с различными чемпионатами, почему же у нас-то команды в России, в российской премьер-лиге, да, одна команда пользуется привилегиями всеми, какими только возможно, а остальные снимаются с чемпионата, а в ФНЛ там, это вообще команда превращается, в общем-то, в месиво. Ну да, откуда вылететь невозможно. Безумно жалко, вот это, мне вот это жалко, что наш российский футбол сейчас совершенно не конкурентно способен, увы. К сожалению, галецких практически он один, других галецких на горизонте нет. Ну, я, может быть, зарабатывать будем, как мы дальше жить, как мы развиваться будем. В конце концов, футбол как был, так и есть, он часть культуры, а эту часть культуры нельзя взять из-за человека. А что же он так быстро отмирает, почему нельзя, как в Вейборе поступить, маленькая команда из города, 50-тысячник, болельщики скинулись, просто давали денег команде, чтобы она прошла лицензирование, она спаслась таким образом. У нас бы-то хотели давать. Дело все в том, что, насколько я знаю, и Сатурн, когда остался, я как раз комментировал этот матч, остался в чемпионате, благодаря, они как раз в ничью сыграли, и тем самым обезопасили себя от вылета, и вылетела в Валикавказская Аланья. А в итоге потом сняли, сняли Сатурн. Болельщики хотели собрать, ну, а кому давать-то? Где чего? Потому что другие законы, к сожалению, царствуют в нашей экономике и в нашем обществе. Ну, а музыка? Музыка? Да. Ну, для меня, вот у меня сосед очень любит молодых британцев, там, Arctic Monkeys, Frank, Franz Ferdinand. Вы слышали, Александр Викторович? Нет? Нет, я сразу могу тебе сказать, что, в общем-то, для меня классика, она, как классика футбольного репортажа, так и музыкальная классика, она стоит на первом месте. Тут я все-таки, редко. Нет, вообще, для меня англичане, это, конечно, в первую очередь, Pink Floyd, это Beatles, это Rolling Stones, это The Who. Я, может быть, сейчас их не с таким удовольствием переслушаю, потому что все уже до дыр заслушано, но порой включаешь какую-нибудь Echo с Pink Floyd на 25 минут и уносит. Но, как правильно сказал, собственно, солист Pink Floyd, главный гитарист Дэвид Гилмор в свое время, у нас таки 90-х, нулевых, ребята, рок-н-ролл умер, идите, учитесь. Вот, мне кажется, этим он все подытожил. И английская культура немного замерла после бритпопа в этом направлении. Что, кроме футбола, нравится в Англии? Что бы ты отметил? Ты был вообще в Англии? Да, я был в Лондоне. Был в Лондоне. Один раз в 10-м классе со старшеклассницами ездил. Поэтому мне все очень понравилось. Ну, сложно, наверное, сказать по той поездке. И все-таки, что бросил в глаза? Мне бросил в глаза, что, ну, вот, когда мы там ночами выбирались из отеля малолетних, в стремлении там побродить по ночному городу, потусить, что англичане по сути такие же сдолбай, как мы. Вот в ночное время. Потому что я очень много раз был в Германии по шулеру, по обмену. Я в немецкой школе учил. И как-то вот немцы мне этим не запомнились. Вот если ты думаешь, это, боже мой, это лучшая вечеринка в моей жизни, это еще в другой стране с незнакомым языком. Как круто. Но в 11-е они все расходятся. В 11-е расходятся. И никакого такого нетрезвого желания веселой авантюры в них нет. Потому что, ну, мы тогда вышли, выходили на чем, мы ничего не боялись. И как-то вот люди, ну, пускай они там чем-то непристойным у бара занимаются, и мат-то их различаешь, перемат, и с кем-то там кулаками машут. Но все равно как-то только ты к ним подойдешь. Они сразу улыбнутся. Может быть, я их идеализирую, потому что это все-таки юношеская поиска. Ну, это эффект, я тебе скажу, как сказать, человека из другой страны. Это мне довольно известный. Ну, вот с немцами, с немцами у меня они гораздо более закрытыми показались. Ну, хорошо. А в Англии, кроме Лондона, вы были только в Лондоне? Нет, я только в Лондоне был. Больше не видел. Да, значит, есть еще великолепные перспективы поездить, посмотреть, потому что красивые места в Шотландии, в Ирландии, там просто удивительно красиво. И, естественно, вопрос такой, футбол. А хоккеем ты увлекаешься? Хоккеем нет. Я, честно, не фанат хоккея. Не фанат хоккея. Ну, хорошо, а если я вот не фигурно-катание, образование какое у тебя? У меня филологическое. Филологическое. Что закончено? МГУ. Я бакалавр. Русский язык и литература. Это филфак на... Да, да. На Ленинских горах? Да, вот в этом страшном 11-этажном сером кератичном здании. Я-то заканчивал мы с тобой в этом смысле коллегии, я заканчивал МГУ, но только... Так вам повезло, вы в центре учились? Да, в факультете журналистики, да, в центре, в самом центре. Мне приходилось туда ехать, и я помню, вот тебя все спрашивают, что ты прям вот в главном здании учишься, и фотки у тебя на фоне главного здания. Как-то стыдно всем было говорить, что ты учишься вот в этом первом ГУМе, но я влюблю, я влюблю. Почему? Я, например, всегда очень с большим пиететом относился как раз вот к вашему брату. Хотя вообще считается, что это факультет девичьей. Не вест, да, да, да. И тем не менее. Ну, если бы не футбол, наверное, ради этого я бы там и остался. забыл, потому что я в 11 лет в школе учил, в университете не было продолжающей группы. Ну, и как-то я такой вот... Все, все... Ну, это в пассиве. Это в пассиве. Да, да. Наверное, вспомните по себе, да, вот в школе в ранние годы тебя пихают, ходи в музыкалку, учи немецкий. А потом ты от этого так вот отбрыкиваешься, носишь футболку грязную с надписью Нирвана или там Юлиф Олли Ванс и все, и тебе все равно. А потом жалеешь. Ну, а вот если футбол в твоей жизни не появился бы, да, как профессиональная работа, а чем бы ты занялся? Не знаю. Вот, честное слово, не знаю. В школе не хотелось работать. Не хотел, никогда не хотел. И пока мои однокашники все ходили репетиторствую, мне как-то так это претело. Я бы, наверное, остался на филфаке. Остался на филфаке просто по инерции. А там, не знаю, там, может, и преподавал бы. Я понимаю, да. Но в моей жизни еще появилось какой-то момент фигурное катание уже после футбола. И тут меня не отпустило. Прокомментировал олимпиаду в Пхенчхане весь олимпийский турнир до этого весь сезон с Юлией Лепницкой и с Ленкой Ильиных. И что-то меня до сих пор правда не отпускает. Ну, то, что увидишь, каким у тебя сразу такой разлет футбол и фигурное катание. Это класс. Как кто-то хорошо сказал на работе, это моя метросексуальная страна фигурное катание. Хорошо. Ну, еще раз говорю, успехов, успехов. Спасибо, Александр. И готовится. Все. Спасибо. Спасибо.